Девчонки, всем привет! Мы начинаем новый влог. 13 августа, вторник, время без 20.10. Я на работе уже загружаю инструменты по крафт-пакетам. Сегодня у меня плодотворная работа. Кто-то, конечно, скажет, что это все фигня, но я беру по три человека в будни. В крайнем случае беру четыре, иногда даже пять. Но это зависит уже от загруженности в другие дни. Сегодня у меня сначала клиентка на маникюр с укреплением, потом сестра приедет на маникюр, тоже с покрытием, и потом будет новая клиентка на снятие и маникюр без покрытия. После этого мне нужно будет, наверное, думаю, завтра, что ли, мне начать снимать обзор. У меня как раз завтра запланированы две клиентки, и потом полтора, наверное, надо посмотреть, по-моему, полтора часа перерыва до чистки зубов. Я записалась на профигиену, и поэтому у меня будет время, как раз таки буду снимать обзор на новую торговую марку. Веду переписку еще с несколькими торговыми марками, но это уже не ногтевое будет, а такое больше жизненные обзоры, которые тоже, в принципе, имеют место быть. Видите, вот у меня сейчас массажер мне прислали на обзор. У этой торговой марки есть еще и аппараты, и у меня уже были не один раз обзоры на данную торговую марку. Ну и, в общем-то, теперь, когда у меня есть этот массажер, каждый вечер я расслабляю свои мышцы, тем более после тренировки. Вчера вот целый вечер прорежала, наверное, минут 30. Я лежала, мне массировало ноги, руки, икры, ну, в общем-то, везде, и мне так хорошо, у меня перестали... Надо смазать кусачки. Перестали с утра сильно болеть мышцы, когда я вот таким образом их расслабляю. Плюс вот этот массажер греется, и получается, что очень комфортно, при этом комфортно находиться, потому что и массажер греется, и массаж делается, ну, то есть мышцы максимально расслабляются. Все-таки я и шею себе часто делаю, но шею я делаю не после тренировки, а именно когда работаю, вот сегодня вечером приду и промассажирую себе еще шею и вот здесь грудной отдел. Так что, наверное, в следующем... Нет, наверное, уже этот обзор вышел на моем канале, я так думаю. Ну, хотя, может быть, еще и нет, потому что сейчас с этой маркировкой довольно все трудно. Пока все это сделаешь, согласуешь, настроишь, поэтому на это требуется некоторое время. Так что как-то так, буду готовиться к работе, загружаю инструменты в сухожар и пойду работать. Всем хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пилочки, всем привет! 14 августа, среда, я выдвигаюсь на работу. Время сейчас где-то в районе 9 утра. В 10 у меня сегодня приедет бабушка на маникюр и потом еще одна клиентка на маникюр. После этого у меня в планах начать снимать обзор, сколько-то снять успею. И потом в 4 я записана на профессиональную гигиену зубов. Конечно, не люблю стоматологов. Для меня это всегда жуткий стресс, страх и так далее. Но что поделать? Еще в планах сегодня, если я не забуду, боже мой, как бы это вспомнить, нужно позвонить газовщикам, потому что они к нам приходили. Но, как обычно, в течение дня, естественно, у нас не было дома, и надо теперь их вызвать. Потом нужно почистить утюг, бытовые моменты, почистить стиралку и... А, и купить багаж. Я вчера уже заходила, смотрела, но что-то меня отвлекло, и я не оплатила. Решили мы все-таки в Питер купить багаж, чтобы взять с собой и духи, и дезодоранты, в общем-то, чтобы все это дело там не покупать. Ну, а я поехала на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пришло время познакомить вас с новой торговой и для меня, в том числе маркой, Атика. Заказывала на Озоне. Можно заказать гели по отдельности, но я заказала сразу всю палитру. Сейчас мы с вами все обязательно просмотрим и сделаем выкраску. А уже в следующих видео будем с вами смотреть, как эти оттенки смотрятся на клиентках, потому что их выбирают довольно часто. Начнем с вами знакомство с прозрачных гелей. На баночке снизу вся подробная информация со сроками годности. Запаковано все довольно хорошо. Есть защитная мембрана и фольгированная часть, где я вырежу кружочек, чтобы не марать именно саму резьбу. Ну и в целом было удобно вытирать кисточки. Баночки наполнены очень хорошо. Здесь у нас все по 15 грамм. Первый гель прозрачный номер 2. Он довольно такой жидкой консистенции. Им можно будет и на воздухе что-то достроить, и также различные там стенки подровнять. Я думаю, что как раз-таки именно этим гелем я все это и буду делать. И второй гель. Он также прозрачный, но под номером 3. Он довольно прям видно, что он густой. Конечно, выравнивание им будет делать довольно долго, но также для достраивания каких-нибудь стенок уже на большой длине, я думаю, что как раз-таки этот гель прекрасно подойдет. Молочный оттенок. Еще сейчас с вами будем выкрашивать. По первому впечатлению, эта молочка показалась мне очень плотной. Посмотрим, что будет на выкраске. И уже с первых мазков я увидела сразу, что этот гель будет довольно плотный. У меня есть любительницы, я думаю, как у всех молочных оттенков, но многие из молочки довольно прозрачные. И я думаю, вы не раз от клиентов слышали, а хотелось бы что-то поплотнее. И вот как раз-таки это и есть то самое поплотнее. Потому что просвечивать свободный край оно не будет. Мы как раз-таки сделаем работу на клиенте. И мы потом с вами увидим, как это все дело будет смотреться. Переходим к коллекции Cover Pink. Начинаем с оттенка номер 6. Показываю вам консистенцию без ускорения. Конечно, для меня это уже гели густоватые. Мне хочется немножко побыстрее. Но все зависит от того, на каких ногтях я буду работать. Например, когда я работаю на более длинных ногтях, то мне необходим гель погуще. На коротких, соответственно, пожиже. Но я всегда использую подогреватель гелей. До нужной консистенции их подогреваю. Потому что не всегда есть возможность долго, муторно выкладывать. Я очень часто работаю в технике без опила, либо с минимальным опилом. Даже когда я опиливаю форму уже после выкладки геля, мне очень нравится, когда я там трогаю, наверное, одну четвертую внизу у свободного края часть ногтевой пластины. А сверху я уже, в принципе, ни у кутикулы, ни на центральной части ничего не опиливаю. Следующий у нас оттенок номер 7. Он пока у меня самый популярный. Потому что я его делала уже, наверное, раза 4 за последнюю неделю. Оттенок номер 8. Они, в принципе, все более-менее похожи. Но я думаю, вы не раз слышали от клиентов, а хотелось бы там более розовый, более бежевый, более персиковый и так далее. Я, например, в своей палитре имею в целом вместе с гелями, гель-лаками, базами и так далее более 450 оттенков. И у меня находятся те клиенты, наверное, даже уже где-то оттенков 500 у меня есть, и все равно находятся те, кому красный, не красный, белый, не белый, и более того, даже черный, не такой черный, как хотелось бы. Оттенок номер 12. Перешли мы уже в более такую бежеватую текстуру. Как раз-таки, наверное, вот такого довольно темного, я бы сказала, бежевого, персикового оттенка у меня и не было. Хоть палитра геля у меня и довольно обширная, но вот именно что-то с оттенком персикового я еще не приобретала, и даже подумываю о том, что, наверное, давно стоило это сделать, но теперь у меня появилась такая возможность, и в моей палитре появились данные оттенки. Переходим к оттенку номер 14. Он здесь был запаян немножко по-другому, но также ничего не протекло, все тоже очень удобно. Это как раз-таки, уже этот гель нагрелся у меня на подогревателе больше всего, поэтому у него довольно близкая к моей любимой работе консистенция. Вот этот оттенок как раз-таки самый персиковый, я думаю, что мои клиенты его оценят. Напоминаю, что в следующих роликах мы с вами проверим эти гели на жесткость, я вам покажу, как я работаю ими на клиентах. Заказать их можно на Озоне, я оставила для вас ссылочку в описании к этому ролику, а также в телеграм-канале. Проходите, подписывайтесь, там я чаще отвечаю и в онлайн-режиме на все ваши вопросы. Если нужна будет еще консультация по подбору оттенков данных гелей, обязательно пишите, буду скидывать вам уже отдельные ролики, когда буду на своем рабочем месте. Гели, кстати, практически не пекут, это я уже точно проверила на клиентах. Всем приветик, ну что, я снова здесь, в воскресенье, время полдевятого. Как обычно, на этаже я одна, никого здесь никогда нет. По воскресеньям максимум придут где-нибудь там в середине дня, может быть, но и то не факт. Буду сейчас готовиться к работе. Сниму, наверное, сейчас фото и видеоматериал новинок и буду готовиться к клиентке. Сегодня у меня... Забыла. Три клиентки. Сейчас будет новенькая на маникюр. Записалась сразу на укрепление. Посмотрим. Потом моя постоянная на полный педикюр с покрытием и потом еще одна. Также на маникюрчик с укреплением, но там мы всегда укрепляем акриловой пудрой, потому что по-другому у нее не носится. Я пробовала и выпиливание, и бортики, и полигель, и гель. В общем-то, у нее носится акриловая пудра и база, поэтому мы всегда так и делаем. Главное, чтобы оно носилось. Но тут она очень сильно переходила с ногтями, уезжала домой к себе в Казахстан, и мы должны были ногти переделать, наверное, недели полторы назад. А тут вот, получается, она переходила. Ну, посмотрим, что там есть. Даже если она что-то сломала, для нее не проблема убрать длину и отрастить все заново. Так что побегу переодеваться. Всем хорошего дня, если вы сегодня работаете. Субтитры подогнал «Симон» На первой клиентке был дегидратор. Укрепление, а, база и топ на обеих. Вот такие, как обычно. Укрепление «Билдер Гирлоли» и цвет в один тончайший слой «Эми 340». На второй клиентке кислотный праймер, укрепление «Кавер Ота Отсилкар», френч белый «Мальдивы» номер 11 «Ильпаза». И вторая линия – это H&M, по-моему, номер 8. Сейчас я вам покажу, потому что на нем уже отклеилась этикетка. Очень часто я его в последнее время использую. Да, вот этот оттенок номер 8. Девчонки, всем приветик! Суббота, время без 15.11. Я на работе. У меня сегодня одна клиентка в 11.15. Было двое, но со второй мы перенеслись. Да и, в общем-то, со многими перенеслись, так как все узнали, что у меня отпуск будет с 9 по 18 сентября. И вот чтобы сильно не перехаживать с ногтями, они все чуть-чуть подальше перезаписались. Но, в принципе, такое и очень часто бывает перед отпуском. А завтра у меня было две клиентки, но вчера записалась еще одна новенькая через Дики Ди. Кстати, кто-то спрашивал, откуда берутся у меня новые клиенты. Клиенты вообще у меня везде, во всех социальных сетях, картах, прикреплен аккаунт Дики Ди, но не все им пользуются для записи. Кто-то пишет, и когда клиенты приходят, я спрашиваю, откуда они обо мне узнали. Так что завтра узнаем у клиентки, если она придет. Но очень хороший знак, когда клиент записывается, ему приходит автоматическое уведомление, что он записан, и человек что-то отвечает. Либо реакцию в WhatsApp-е ставит на сообщение, либо что-то пишет, и вот она тут же написала спасибо. Как показывает практика, это довольно хороший знак. Вчера я наконец-то начала писать уже наш распорядок мероприятий в Питере. Первый день у меня уже расписан. Я пишу конкретно, где, куда купить билеты, сколько билет стоит, ссылку на сайт прикрепляю. Все это делаю на компьютере, и оно автоматически у меня на телефоне все отображается. Поэтому это суперудобно. Что-то сейчас хотела сказать. А, потому что у нас есть много мест, например, где мы хотим, например, покушать. Именно в этой кофейе, потому что она нам понравилась. Поэтому я сразу все пишу, составляю примерно по навигации, чтобы было удобно, чтобы не ходить туда-сюда 10 раз. Поэтому как-то так. Обучение по Риус продвигается хорошо. Первый Риус я уже засняла и даже выложила. Написала сценарий на второй Риус. Сейчас, наверное, мне хватит времени его снять, потому что его уже сегодня нужно опять выложить. Ну, или хотя бы сдать, а выложить я могу и завтра. Посмотрим. Наверное, через день лучше выкладывать. Вчера выложила, поэтому следующий выложу завтра. Загружу сейчас инструменты в сухожар. Не буду, наверное, сегодня не стерилизовывать, не дезинфицировать этот наборчик, который сейчас из расхода, потому что на завтра мне хватит. Ну и в целом, чтобы не терять время. Потому что потом я поеду. У нас, как обычно, в бане шашлыки, отдых и так далее. И я сейчас монтирую обзоры активно, которые у меня уже насняты. Поэтому, наверное, сегодня в бане и продолжу этим заниматься. Всем хорошего дня! Так, ну что, я отработала. Сделали мы где-то за час сорок пять, сейчас сорок. Здесь он на меня всегда безкислотный праймер. База Эластик Рунейл Топ Клио Кристалл. В качестве укрепления я использовала гель Эстетик Нейл Мэнер Тринадцатый. Значит, у меня весь липкий. Там пигмент мне сам не очень нравится, поэтому под укрепление и цвет была вот такая база, камуфлирующая Pinky Bounty от Лоли. Очень красивые в ней блестки. И на этой клиентке всегда опил после выкладки геля, потому что только так я добилась, что у нее все носится. До этого, когда она ходила к другому мастеру, у нее всегда были отслойки, а сейчас мы с ней добились такого и результата. Поэтому все теперь у нас прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, девочки, я отработала. Сейчас покажу вам, чем я работала. С последней клиенткой мы справились ну где-то за час пятнадцать, час десять. Она еще чуть-чуть припоздала. Так, с первой клиенткой это была новая. Ногти просто в ужаснейшем состоянии, поэтому у нас был кислотный праймер. База Эластик Рунейл Топ Клео Кристалл. Пару ногтей, а именно средние и указательные, я делала вот этим акрилатиком прозрачным от Американ Креатор. Остальные абсолютно все я достраивала гелем желе от Силкар, укрепляла гелем Рунейл 5417-1 и Эми 340 Out of Control в один тончайший слой. Далее педикюр Серебро База, потом Аликанте Герлак в два слоя и Топ Глосс. И с последней клиенткой Дегидратор База Топ. Укрепление акриловой пудой всегда. Она переходила с ногтями, плюс приехала с Казахстана. Там был постоянный огород, поэтому как-то так. Ну и база, ее любимая, точнее вот эти полупрозрачные оттенки с блестками ее любимые. На этот раз кавер База Шайни от Эльпаза номер 3. Вообще у меня есть вот такая палитра. Здесь это все базы со всякими эффектами. Сейчас я как-нибудь перехвачу. Ну и вот начиная вот с этих оттенков, это все ее. Ну вот какие-то темные совсем мы уберем. Ну это для нее темные. А вот остальные она делает все. Иногда мы что-то из этого делаем, но в основном вот эта вся-вся-вся ее палитра. Единственное, что ей необходимо укрепление акриловой пудрой. Продолжение следует...